В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Сбил, скрылся, а затем решил вернуться на крещение. Вечером пьяный водитель сбил семейную пару, а потом, скрываясь, снес шлагбаум парковки бизнес-центра Вузовский на Люздорской дороге. Оказалось, что за рулем злополучного авто на болгарских номерах оказался 27-летний полицейский. Керівництвом ГУНП проводится службовое расследование. Цего полицейского відсторонено від службових обов'язков. И в подальшому его будет звільнено с органами полиции. Хочу наголосить, что эта подія ніким, ничем не прикрывается. Керівництво ГУНП тримает ее на контроле, а также и Керівництво Национальной полиции Украины. На место подъек было запрошено представники регионального представительства ДБР, которые уже в дальнейшем принимают решения по данному сотруднику. Очевидцами ДТП стали охранники на парковке. Они говорят, что все произошло слишком быстро и многих деталей просто не видели. Он оттуда сбил людей, тут развернулся, сбил шланбаум и поехал обратно. И там люди его остановили. А что вам уже отновили? Ну а как же, то ж працювати же треба. Все, что было, уже нема ничего. Все отрихтували. Люди пострадали. Страдавшими оказались мужчина 70-го года рождения и женщина 72-го года. Сразу после аварии их доставили в 11-ю горбольницу. Состояние обоих стабильно, тяжелое. Больше всего пострадал мужчина. Он находится в реанимации. У него сломано 8 ребер. У мужчины помимо травмы головы и еще травмы грудной клетки, сопровождающейся переломами большого количества ребер. Поэтому пациент находится в реанимации, потому что требует дополнительного внимания, подпитания его кислородом. Поэтому он находится в реанимационном отделении. Женщина стабильная, но учитывая, что тоже есть травма головы с ушибом мозга, она находится в нейрохирургическом отделении. Угрозы жизни пациентов нет. Медики обеспокоены только возможными осложнениями. После таких травм семья должна наблюдаться у нейрохирурга. Полиция говорит, что никто не собирается разваливать дело. Оно находится на контроле министерства. К тому же полицейский не является даже офицером. Он сержант и работает водителем в Шевченковском отделении полиции. Сейчас от службы он отстранен, но не задержан. Готовится подозрение. Судьбу платежек будут решать 6 февраля. Снижение тарифа на отопление за декабрь рассмотрят на сессии Горсовета. Об этом заявила директор КП теплоснабжения. Необходимость пересчитать цены за тепло определили в Кабмине. Однако на одесском предприятии отмечают, снижение тарифа приведет к дополнительным убыткам тепловиков на сумму свыше 27 миллионов гривен. Поэтому местные депутаты должны обсудить, как эту проблему решить. Для того, чтобы эти убытки были перекрыты и предприятие могло в штатном режиме выполнять свою работу, необходимо эти деньги заложить в бюджете. Поэтому будет вопрос стоять таким образом. Будет датироваться дополнительно на 27 миллионов гривен из городского бюджета предприятия. Возможно, областной бюджет поможет и даст субвенцию для того, чтобы провести этот пересчет. Поэтому сегодня этот вопрос остается открытым, рассматривается возможность. Однако уменьшение суммы в платежках касается только декабря. Нас регулятор уже утвердил увеличение цены отопления для ряда городов, среди которых Одесса. На предприятии отметили, что это связано с подорожанием газа и его поставок, увеличением размера минимальных зарплат, в частности для сотрудников ТГО и другими факторами. Директор коммунального предприятия подчеркнула, что тарифы в Одессе и так долгое время оставались низкими, а подорожание ожидается только с нового отопительного сезона. Сегодня тариф коммунального предприятия составляет 1473 гривны для населения без НДС, но будет введен в действие для населения, для одесситов только с нового отопительного периода. Что касается часто задаваемых вопросов по обонплате, этот вопрос также находится на стадии рассмотрения и согласования. Речь идет об установлении для Одессы двуставочного тарифа для того, чтобы двуставочный тариф позволит разбить плату населения на две составляющие, которые покрывают условно-переменную часть затраты, условно-постоянную. Судьба двуставочного тарифа еще не определена, заверила чиновница. Его обсуждения должны вынести на общественные слушания. В то же время на предприятии напомнили, что одесситы должны за отопление еще около 450 миллионов гривен. Достройте наши дома. Обманутые инвесторы, недостроя сегодня провели митинг под стенами обл. администрации. Строительство двух многоэтажек на Головковской приостановили еще 12 лет назад. За это время у людей выросли дети, а кто-то из инвесторов уже умер. Когда вопрос двинется с мертвой точки, узнавал Дмитрий Богомолов. Вот одна свая, вторая, третья, четвертая. Здесь кругом все сваи. Сваи по 30 метров глубины уходят в землю. Здесь кругом полностью сваенное поле. Вот бетонные строения, подушки. Все это здесь в наличии, все это оно есть. Почему заморозили все это, непонятно. Эта история тянется с 2008-го. Недостроями на Головковской 5,7 занималась корпорация «Альянс». В двух домах 16 и 10 этажки продали около сотни квартир. И все работы приостановили после появления котлована и установки свайного поля. Вон там находится, мы исчезли, 66 квадратных метров. Очень больно. Ребенку было 4 годика. Мы взяли квартиру. Каждый день живем здесь, рядышком с мамой. Каждый день заходили на стройку, смотрели, как строится дом, радовались. Наша радость оказалась недолгой. Достойте наш дом! Люди из года в год выходят на митинги. Три инвестора не дожили до наших дней. От их кредитов за квартиры родственники отказались. Кто-то живет в другом городе, у многих нервы не выдерживают выходить на протесты. В этот раз пришло всего 13 человек. Но из 52 инвесторов это больше четверти. Цель митингующих – добиться включения их домов в список недостроев, которые передают Министерство регионального развития. Своих квартир мы ждем уже 12 лет. Обл. администрация должна была подать списки недостроев в Минрегион Буд для оказания помощи. Но мы с удивлением узнали, что такие списки не были поданы об администрации. Вопрос – почему они не подали такие списки? Недавно мы узнали, что нашу стройку выставили на продажу с помощью города. Мы еле отбились в суде. Просто безобразие. У нас есть разрешение на строительство, есть застройщик. Но нам ставят палки-колеса и не хотят нас достраивать. 12 лет. У нас 52 инвестора по Головковскому. Это по двум домам, да? Да. 5-7. По двум домам 52 инвестора. Ну, какие требования? Требования такие, чтобы либо квартиры давайте, либо деньги возвращайте, либо дайте хоть строиться, либо инвестора, либо пускай города строят. Ну, какие-либо возможные, не так, чтобы по 12 лет жить на съемной квартире. По словам инвесторов, компания «Альянс» еще 12 лет назад отказавшись от проекта начала процедуру банкротства. Стройплощадку передавали разным застройщикам, но объект так никто и не достроил. Одной из причин простой чиновники называли катакомбы. Но все понимают, что это отговорки. В этом районе еще много новостроек. Были даже попытки выставить территорию на торги, как залог первоначального застройщика. Но суды были на стороне инвесторов. Если «Альянс» пытался оформить банкротство, и у него залог в банках, но залог, по нашим данным, у него были квартиры, почему забирает банк, пытается забрать эту стройку. То есть там целый клубок, который, я не знаю, как его распутать, но это все город должен решать, потому что город давал разрешение на застройку. Люди вложили деньги. Вот проблема одна. Решите эту проблему. Словом, нацетый митинг мало чем отличался от предыдущих. Сначала людей игнорировали, ссылаясь на необходимость оставить заявку в общественной приемной, но оказалось, что обращение подавали полтора месяца назад. Вот доведка о том, что они получили мое заявление. На данный момент нас опять посылают в громадскую приемальню. В громадской приемальню мы опять попадем к секретарям, которые ничего не решают и опять перенаправят наше письмо. Но по какой причине они не хотят нас принимать, если вот есть доведка о том, что они обо всем ознакомлены. После пререканий с охраной, толкотней и блокирования дверей облгоса к протестующим все же вышли чиновники и пообещали собрать на следующей неделе рабочую группу с губернатором, потенциальными застройщиками и инвесторами. «Скажите, пожалуйста, какие будут действия приняты?» «Вы сейчас сказали, что нужно собраться, разобраться, что мы пытаемся». «А когда соберемся?» «На наступного тижня вы действительно соберетесь, как?» «Давайте ответную дату». «Давайте заяву, с кем я постоянно буду разговаривать?» «Хорошо разговаривать, надо список подать». «Давайте, хотите, вам дам телефон?» «Давайте, вам дам телефон». Тем временем на месте недостроена Головковская образовалась стихийная свалка. Причем на месте свайного поля, десятиэтажки, можно невооруженным взглядом разглядеть горы строительного мусора, как считают сами люди, от недавно построенного по соседству здания Малиновской прокуратуры. Кроме того, на территории часто разгуливают бродяги и прочие маргиналы. «Приходят вот такие вот личности, какие-то наркоманы непонятные, какая-то вот бомжатня, какие-то пожары здесь устраивают, просто свалка. А здесь была арматура, всю эту арматуру все срезали». Репортер продолжит следить за развитием событий вокруг недостроев на Головковской. Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал «Репортер». Скандальное строительство на границе парка «Юность» законно. Об этом заявил начальник горуправления архитектурно-строительного контроля. По его словам, три частных дома планируют построить за территорией сквера, а на генплане стройплощадка обозначена как жилая зона. Все документы у владельцев земельных участков тоже есть, подчеркнули в ГАСКе. Данные земельные участки принадлежат физическим лицам на праве собственности. Еще в 2000-х годах были выданы госакты на данные земельные участки. Территория парка начинается у нас после дороги. К нами были приведены эти проверки. Было установлено, что действительно есть государственные акты на данные земельные участки. И управлением архитектуры были выданы строительные паспорта. То есть на сегодняшний день до юра строительство осуществляется в рамках действующего законодательства Украины. Начало работ в районе 8-й станции Большого фонтана вызвало возмущение у местных активистов. Люди уверены, что строительство в этой зоне незаконное и считают, что территория должна быть частью парка. В субботу жители окрестных домов вышли на митинг. Они снесли забор вокруг стройплощадки. Напомню, борьба за парк «Юность» длится уже не первый год. В 16-м жители района добились отмены строительства дороги через парк к ЖК «Морская симфония». Одесские полицейские задержали преступную группировку, которая промышляла в разных городах Украины. Это четверо мужчин в возрасте от 21 до 27 лет. Их жертвами стали посетители развлекательных заведений, обычные прохожие на улицах. Действовали сообщники по отработанной схеме. Дождавшись на улице пьяного клиента, мужчины подходили к нему и, прикидываясь хорошими знакомыми, крепко сжимали в объятиях и незаметно снимали украшения, вытаскивали кошельки и другие ценные вещи. С прохожими бандиты действовали еще жестче. Останавливали автомобиль возле потенциальной жертвы, нападали, отбирали все ценное и быстро убегали. Содержали мужчин с поличным возле развлекательного заведения в центре Одессы. Во время обысков у преступников нашли огнестрельное оружие, наркотики, золотые украшения, мобильные телефоны и деньги. Нарази на рахунку вказанных осіб не меньше 10 пограбований в местах Одессы, Миколаев и Киев. Они также проверяются на причетность до скояния и других злочин. При затримании и подчас обшуки фуфигурантов полицию было вылучено. Вогнепальную оружие, также другие речевые доказы их злочинной деятельности. Выращивал наркотики в собственном доме. Мужчина оборудовал теплицу со специальными лампами регулятором температуры воздуха и выращивал там коноплю. Он регулярно обрабатывал и поливал ее. Во время обыска в его доме нашли более двух десятков горшков наркосодержащего растения и килограмм высушенного и измельченного вещества, похожего на каннабис. Все это, по словам хозяина, он употреблял исключительно самостоятельно. Вещдоки направили на экспертизу. Наркоаграрию грозит до 7 лет тюрьмы. Противоправные дии человека квалификуются за двумя статтями криминального кодекса. Особенно стаття 309 «Незаконное сберегание наркомиссных речевин» и стаття 310 «Незаконный посев». Максимальное покарание, которое загружает правопорушниками, до 7 лет позбавленной воли. Следство продолжает. Проект благоустройства Живаховой горы в Одессе обещал стать самым амбициозным в рамках прошлогоднего общественного бюджета. Огромные буквы на склоне холма, парк, озеленение, аллеи. Но ожидания, как часто бывает в Одессе, не совпали с реальностью. И вторым Голливудом Живаховой горе явно не стать. На месте, где мало что изменилось, несмотря на немалые бюджетные траты, побывала Светлана Довжук. «Я художник, и я так вижу». Видимо, так подумали создатели плана благоустройства Живаховой горы. И это не шутка. У меня в руках не рисунок школьника, это официальный проект-победитель прошлогоднего общественного бюджета. Но ожидания немного не совпали с реальностью. Голливудская мечта заканчивается на огромных металлических буквах Живахова гора. Так что welcome во второй Голливуд. Нарисованный от руки шедевр оценили в полтора миллиона гривен. За эти деньги авторы проекта планировали обустроить зону отдыха в древнегреческом стиле. На горе в пятом веке до нашей эры якобы располагалось античное святилище в честь богини Деметры. Но копнуть глубже авторы проекта не смогли или не захотели. Информацию они просто скопировали с Википедии. Это действительно интересное место, но не таким образом поставили буквы и это что-то изменило. Подъездов нет. В дождливую погоду вообще никак нельзя добраться на Живахову гору. Лавировать между машинами на объездной, чтобы как-то туда зайти, никто этого делать не будет. Бомжи, которые там убитают, они все это разборуют, уничтожат. Это просто выкинутые деньги. Там можно было бы построить, допустим, какую-то музейную экспозицию, сделать какой-то музейный павильон, потому что есть огромное количество керамики античной, которая была поднята как раз с Живаховой горы. И можно было бы сделать экспозицию, она бы приносила какие-то деньги. Вот ее можно было бы, вот этот ландшафтный парк перевести как самоокупаемый. Каким образом проект стал победителем общественного бюджета в прошлом году – загадка. Неизвестно также, как по этому незамысловатому рисунку рассчитали стоимость проекта. Сравним его с тем, что мы видим в реальности. Стилизованных колонн, каменной лестницы и многого другого, что есть на бумаге, на самом деле нет. Больше всего нас поразила грубо склепанная металлическая надпись, лишь отдаленно напоминающая надпись на голливудских холмах. И самодельный крест прямо посреди пешеходной дорожки. Если верить рисунку, точнее проекту, вокруг меня должны быть не горы мусора и торчащие штыри, а зеленая туристическая зона в древнегреческом стиле, с пальмами и клумбами. Но из греческого тут только колоннада, обшитая металлическими листами. А вот эта пешеходная дорожка стоит примерно 400 тысяч гривен. По крайней мере, такие цифры заложили в бюджет проекта. Общественный бюджет – проект, который позволяет горожанам распоряжаться частью средств из бюджета путем голосования за лучшие идеи на портале социально активных гражданин. По сути, подать свой проект может каждый. Так и поступил комитет микрорайона Куяльницкий, который разработал проект благоустройства Живаховой горы. Но в силах мэрии изначально утвердить или отклонить предложенный проект, если он не соответствует правилам. Суть общественного бюджета в том, что одесситы, не профессионалы, не инженеры, не эксперты подают свои идеи, проектов, а мэрия их реализовывает. И они могут подавать любые проекты, которые теоретически могла бы сделать мэрия. То есть все, что находится в полномочиях мэрии, в городской собственности, в ее улучшении. Я допускаю, что, возможно, здесь могла быть какая-то манипуляция. И, допустим, списали денег больше. И какой-то подрядчик, который знал, что он будет реализовать этот проект, сделал так, чтобы победить. Там вынудил всех своих сотрудников, допустим, за него проголосовать. И какие-то деньги на этом украл. Ну, вот, может быть, такая могла быть вотивация. Хоть проект и победил в прошлом году, местные жители говорят, благоустройством горы занялись относительно недавно. Они под осенью начали делать, если честно. То они где-то осенью только начали раскатывать вот тот вот низ. А эта штуковина, она появилась где-то, ну, месяца два, может, три назад. То есть относительно недавно. Относительно недавно. Поэтому, ну, может быть, клумбочки действительно посадят. Но хочется верить. Вера в то, что Живахова гора в Одессе станет ее новой жемчужиной, остается. Но надежды все меньше. А всевозможного мусора и грязи здесь, наоборот, все больше. И, похоже, это уже никого не удивляет. Светлана Довжук-Ладимир, Ивжичсель, канал Репортер. В следствии служебная проверка по делу экс-главы Одесской налоговой Натальи Чеботаревой продлятся до 7 января. После этого результаты работы сообщат общественности. На брифинге новой исполняющей обязанности начальника областной налоговой службы Владимир Острейко сообщил, что его ведомство активно сотрудничает со следствием. Налоговая станет более открытой для общественности и журналистов. Однако решетки на входе никто демонтировать не собирается. Конструкция необходима для защиты режимных помещений службы. Также упомянули ограниченный доступ для так называемых псевдоактивистов. Мы с вами неодноразово встречали, скажем так, больше в минулому и позаминулому році так называемых псевдоактивистов. То есть не фактичное громадское объединение, а псевдоактивистов, которые своёю метою ставили совсем не відстояние позиции громадян, а скорее всего какие-то собственные незрозумимые интересы. Так, и выключено с метою забезпечения сберегания зброи, забезпечения сберегания таемных документов. В налоговой службе сообщили, что огромный турникет не усложнит работу пожарным. Случись возгорания, эвакуационные выходы работают, необходимые устройства также есть. Любопытно, что во время брифинга в зале заседаний пожарные датчики не работали. Выделенная полоса для общественного транспорта на Решильевской продолжает пополнять бюджет. На прошлой неделе инспекторы оштрафовали 31 автохама. Нарушители должны заплатить штрафы на общую сумму свыше 15,5 тысяч гривен. В департаменте транспорта считают, что автобусная полоса показала свою эффективность, правда, под контролем парковочных инспекторов. В море уже работают над созданием еще нескольких аналогичных полос, в частности, на Николаевской дороге и Пушкинской. Новое меню в одесских школах. В департаменте образования решили реформировать систему питания. За 22 гривны в день школьникам предложат горячие обеды. Меню хотят представить уже завтра на заседании рабочей группы. Детям обещают по два блюда на выбор. При этом обеды школьникам льготных категорий оплатит город. Бесплатными будут и перекусы для учащихся младшей школы. В департаменте образования отметили, что 70% родителей кормят детей завтраком, поэтому вместо плотного обеда после второго урока школьникам с 1 по 4 класс будут готовить запеканки с компотом, чаем или киселем. Меню уже согласовали с Госпродпотребслужбой. Таким образом дети питаться в школе могут два раза. Первый раз первые и четвертые классы будут получать запеканку и фруктовые напитки, кисели, соки и чаи. А второй раз это обед после 4-5 урока для детей льготных категорий за счет городского бюджета, для детей остальных категорий за родительский счет. Обменять елку на конфеты. Около 20 тысяч одесситов уже успели воспользоваться такой возможностью. Большинство участников акции, жители спальных районов в департаменте городского хозяйства отметили, что если желающих сдать деревья не станет меньше, акцию могут продлить и в феврале. Сейчас в Одессе работают 67 пунктов. Двух из них на маршала Жукова и Вильямса были проблемы с выдачей конфет. Но чиновники уверяют, что все уже исправили. Собранным елкам, по данным мэрии, нашли полезное применение. Два раза в неделю производится вывоз собранных, уже использованных елок на специальную площадку коммунального предприятия Горзелиндрест, где эти елки передрабливаются, приводятся в состояние либо мульчи, которые используются затем для подкормки растений и нашего питомника в Александровке, либо используются для удобрений. Одесский мастер уже приступил к изготовлению самой большой в мире скульптуры из пяти копеечных монет, змея которой свернулся в кольцо. Он изготовил гипсовую фигуру, а одесситы помогли ему приварить к ней первые монеты. Композиция длиной 6 метров будет весить около двух тонн. Для этого необходимо более 250 железных купюр. Как ведется работа над арт-объектом, видела Нарина Щеглова. Помните, мы рассказывали об одесском скульпторе, который предложил увековечить пяти копеечные монеты и сделать из них гигантский арт-объект. Ему почти удалось собрать необходимое количество пятаков для скульптуры, поэтому он уже приступил к работе. Сейчас у нас готова гипсовая форма вот этих элементов в процессе изготовления гипсовой формы голов. В гигантской скульптуре также приварили первые монеты. Это сделали сами горожане. Они же активно участвовали в сборе копеек, собирали в школах, детсадах и на работе. Отклик огромный, людям очень интересно. Пришло очень много гостей на открытие, на пресс-конференцию, друзей, просто одесситов. Точки сбора организованы не только в Одессе, но и в остальных городах Украины. Люди до сих пор продолжают килограммами присылать их скульптору по почте. И если первоначально мужчина планировал создавать объекты из 70 тысяч монет, то сейчас количество возросло до 250. Мастер создает фигуру свернувшегося в кольцо змея или дракона, который кусает себя за хвост и символизирует цикличность добра и зла, жизни и смерти. Завершить работу над скульпторой планирует 1 октября. Пока что он заполняет форму железными монетами. Буду заполнять ее монетками, вываривать ее монетками, получать, ну вот собственно говоря, получать такие элементы по половинкам, левая, правая. И потом, когда все половинки будут готовы, я приступлю к изготовлению крыльев, плавников, ног. Идея увековечить одни из первых железных монет независимой Украины пришла в голову мастеру из-за того, что 1 октября прошлого года НБУ выявил из оборота монеты номиналов 1, 2 и 5 копеек. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.